МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казнике предусмотрены различные конкурсы, подарки и выступления группы «Дискотека-авария». И теперь коротко об основных темах выпуска. Наташинский парк, детский дом и строящийся бассейн. Эти объекты оказались в центре внимания в Рио губернатора Московской области Андрея Воробьева во время его рабочего визита в Люберецкий район. Площадка для занятий спортом на открытом воздухе. На территории излюбленного места люберчан появился еще один спортивный объект – воркаут. Короткие сроки и с комфортом. В 7-8 микрорайоне завершается строительство новой школы. Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом в Люберецкий район. Он осмотрел Наташинский парк, строящийся бассейн на улице Побратимов, а также встретился с коллективом Центра развития семьи и детей «Надежда». После чего глава региона отправился в городской округ Котельники. Подробности встречи в материале нашего корреспондента. По словам строителей, благоустроительные и озеленительные работы первого этапа реконструкции парка завершены. Очищены Наташинские пруды, на месте вырубленного подлеска посадили деревья, завершена прокладка пешеходных дорожек. Теперь здесь есть волейбольная и танцевальная площадки, детская зона с двумя городками, уличные тренажеры, а также летняя эстрада. Мы договорились не останавливаться на достигнутом, потому что там еще нет малых форм, там еще нет указателей, там будет обеспечена дополнительная система охраны. И вот с нами присутствовал руководитель ОВД, он, соответственно, подтвердил, что вся эта работа будет проведена. В пруду начали ловить рыбу. Если раньше за весь день ловили одного карася, то сейчас вывели суковудилище там, и все намерены поймать этого карася. Я попросил главу района, чтобы он серьезно занялся рыбоводством. Если есть спрос на рыбу, то, соответственно, это хорошо. Есть запросы на эстраду, которая там начинала работать. Просьба людей сделать все-таки места отдыха. В частности, жарят шашлык только в одном месте, а не везде, ну, нигде попало. Поэтому я считаю, что вообще, если мы сделаем парки на мировом уровне, в таких больших городах, то это очень важная составляющая качества жизни. Также Андрей Воробьев заложил памятную капсулу, фундамент будущего физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Побратимов и посетил Центр развития семьи и детей «Надежда» в деревне Марусино. Подробности визита временно исполняющего обязанности губернатора Подмосковья в Люберецком районе вы узнаете из нашего следующего новостного выпуска. Спортивное движение «Воркаут» теперь и в Люберцах. На территории излюбленного места отдыха «Люберчан» появился еще один объект – площадка для занятий физической подготовкой на открытом воздухе. Спортзал площадью 10 на 16 метров оборудовали в парке «Наташинские пруды». На официальное открытие площадки приехали не только представители администрации города, но и правительства Московской области. Тему продолжит Ольга Чуканова. Зимой 2012 года, когда речь зашла о реконструкции «Наташинского парка», многие люберчане не верили в эту благую идею. Подразумевает, что здесь появятся высокие многоэтажки, а не благоустроенная зона отдыха. Но вот спустя полгода мы видим благоустроенные детские игровые городки и, как итог, специализированную площадку для занятий воркаутом. Турники, брусья и другие спортивные элементы появились здесь благодаря реализации губернаторской программы «Наши подмосковье. Приоритеты развития», в рамках которой большое внимание уделяется дворовым и массовым видам спорта. Сейчас уже в Московской области насчитывается около 7 тысяч занимающихся воркаутом 36 муниципальных образований. Ну и вот идея исполняющей обязанности губернатора Андреевича Воробьева была поддержать это начинание и построить площадки для занятий воркаутом для ребят. Вот уже на данный момент построено 9 площадок и в ближайшее время до конца месяца будут построены еще 5. Итого их будет 14 до конца месяца. Конечно, подобные уличные спортивные площадки в подмосковных городах были и ранее, но это отличается от других своей безопасностью и разнообразием различных элементов. А значит и заниматься на ней не только полезно, но и интересно. Вообще на самом деле воркаут, если брать как идеологию, то есть тренировка вообще где угодно, когда угодно, на любых конструкциях. Поэтому площадка тут по сути вытекает с того, что она любая идеальная. Просто главное подобрать. Вот. Самое главное, что мне нравится действительно, это начать с того, что она устойчивая, покрытие есть, все зашибись, все не шатается. Ну, все. Это все. Остальное, по сути, турники достаточно, брусья вроде есть двойные. Так что нельзя сказать каких-то негативных моментов об этом. Потому что она есть, это самое главное. Помимо обустройства уличных площадок, в рамках все той же губернаторской программы, на территории области предполагается строительство 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из которых будет располагаться на северной стороне города Люберцы. Будет построен ФОК, и сегодня идет этап проектирования. Уже мы объявили конкурс, нам выделили средства из областного бюджета. И это тоже очень показательно. Кроме того, мы будем строить и тоже при поддержке губернатора первый в Люберцах бассейн на побратимах. И сегодня планируется закладка его. Все те позитивные изменения, которые мы видим сегодня в Наташинском парке, включая эту спортивную площадку для занятия воркаутом, это результат работы единой команды. Правительство Московской области, администрация города Люберца, Совета депутатов города Люберца. И в этом нам огромную поддержку оказывают наши активные жители, которые являются нам первыми помощниками в любом таком деле. Когда мы вместе, мы сила. Строительство данных площадок, аналогичных этой, в каждом микрорайоне Люберецкого района, позволит реализовать в полной мере программу развития воркаута в Люберецком районе. Ребята, скажите, нам же нужны подобные площадки в каждом микрорайоне Люберецкого района? Нет! По словам молодых людей, увлеченных модным спортивным движением, одной современной площадки для занятий воркаутом в Люберецком районе, конечно же, мало. Представители районной администрации и спорткомитета, в свою очередь, пообещали не останавливаться на достигнутом и открывать подобные объекты и дальше. Ольга Чуканова, Олег Лобанов, Люберецкая районная телевизия. Подмосковье готовится к проведению международного авиационно-космического салона «МАКС», который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В этом году там будет представлен и российский многофункциональный истребитель Су-35. Все мероприятия будут проходить на аэродроме Центральной испытательной базы страны Летно-исследовательского института имени Громова. Гости салона смогут ознакомиться не только с выставкой авиационной техники, посмотреть захватывающие полеты лучших пилотажных групп мира, но и побывать на крупнейших научных, производственных и экспериментальных центрах России, которые располагаются в городе Жуковский. Еще один важный момент выставки – представление новых разработок и заключение контрактов на приобретение гражданской и военно-авиационной техники. Это по праву делает российский авиасалон генератором новых альянсов и идеей во всем мире. Как и в прошлом году, наша съемочная группа будет работать в Жуковском, чтобы показать зрителям самые яркие моменты международного авиационного космического салона и, конечно же, авиашоу. В этом году в нем примут участие лучшие пилоты из 40 стран мира. Сейчас прервемся и продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы на ЛРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Три корпуса, в которых расположилось все необходимое для того, чтобы сделать учебный процесс интересным и увлекательным, были возведены за 7 месяцев. О том, какая работа уже проведена и что еще предстоит сделать к открытию школы, узнал наш корреспондент. Возведение здания началось 29 января. Именно тогда была заложена первая плита. С того времени открытие школы в положенный срок не раз оказывалось под угрозой. Нехватка строительных материалов и рабочих, проблемы с монтажом здания и многое другое. Однако, несмотря на все трудности, по словам представителей администрации Люберец, которая контролирует ход строительства, оно будет завершено вовремя. Сейчас здесь проводятся отделочные работы, благоустраивается территория вокруг корпусов, завозится мебель и оборудование. Стройка шла рекордными темпами. Я вот строить 40 лет, я таких темпов не видел. Трудности были и с монтажом здания, и с поставкой строительных материалов, и с отделкой, и со всем. Но не без этого. Стройка без трудностей не бывает. Новую гимназию действительно можно назвать уникальной. Каждый класс здесь оборудован интерактивной доской и проектором, что позволит учителям использовать современный подход к обучению. Для занятий физкультурой в школе имеются три спортивных зала. Хореографический, тренажерный и баскетбольный. Устраивать концерты, дискотеки и праздничные мероприятия ребята смогут в большом актовом зале. Отдохнуть после занятий можно будет на спортивно-игровых комплексах, расположенных во дворе. В корпусе начальных классов в кабинетах находятся специальные столы, позволяющие малышам работать стоя, в том случае, если они устанут сидеть за партами. Во дворе для них также будут расположены игровые площадки. Для них специальные отдельные игровые модули будут стоять. Такой навески не мой, как в детском саду. Ну, переход из сада во взрослую жизнь. В ближайшее время в гимназии также появятся три цифровые лаборатории. Химическая, физическая и биологическая. Будет обустроен планетарий и оборудована медиатека. Это еще одно нововведение. Бумажными здесь будут только учебники. Вся художественная литература будет на электронных носителях. Школа оборудована по последнему слову техники, но главным ее достоянием будут учителя-профессионалы. На сегодняшний день педагогический состав гимназии уже сформирован и готовен к работе. Из всех технологий, которые используют учителя, самая основная технология – это любовь к детям. Понимаете? Человек, который работает в школе, учитель, педагог, он должен любить тех, кого он учит, и то, чему он учит. Вот все остальное – это помощь, все остальное – это технологии. Новая гимназия распахнет свои двери 2 сентября более чем для тысячи ребят. Директор школы уверяет, что набор в общеобразовательные учреждения будет продолжаться и после Дня знаний. Кристина Монасарян, Олег Лобанов, Люберецкая районная телевидение. Обращаем ваше внимание на то, что сегодня в программе «Открытый диалог» директор гимназии номер 41 города Люберца Аркадий Маркаров подробно расскажет о подготовке коллектива к новому учебному году. Не пропустите полезную информацию. В Московской академии физической культуры с этого года все первокурсники будут обучаться в школе судей по баскетболу. Ее создатель, 21-летний Максим Бобренко. Уникальный проект пятикурсника по обучению профессиональных арбитров номинирован на получение премии губернатора в конкурсе «Наша Подмосковья». Все подробности в нашем следующем сюжете. Ему еще только 21, а за спиной уже 10 лет спортивного прошлого и должность главного специалиста в спорткомитете Люберецкого района. Бывший баскетболист клубов «Динамо Москва» и «Люберецкого спартака» Максим Бобренко сегодня известен не только как организатор люберецких чемпионатов по баскетболу и турниров по стритболу. Он создатель школы судей Люберецкого района. В масштабе России она всего лишь седьмая. Очень большая нехватка судей была именно по баскетболу. То есть в Люберецком районе у нас был один судья, в Московской области всего 30 судей, хотя необходимое число порядка 300. В связи с этим мы решили создать школу судей. Базируется она на базе «Триумфа» и спорткомитета Люберецкого района. За последний год было подготовлено 10 квалифицированных баскетбольных арбитров. Через три месяца после теоретических занятий студенты начинают практиковаться на играх Московской области. По результатам обучения лучшие студенты приглашаются на игры чемпионата России. Сегодня узнать о проходящих чемпионатах можно из интернета. А получать информацию по играм Люберецкого района стало возможным лишь в 2011 году. Тогда Максим создал официальный сайт города Люберцы – sport.com.lub.rf. В Люберецком районе возникла необходимость создания сайта для того, чтобы и дети, и взрослые могли находить необходимую информацию касаемую спортивных школ, проведения люберецких чемпионатов. Когда наши спортсмены выезжают из города, для того, чтобы мы были все время на гребне волны. Помимо существующих разделов сайта, уже запланировано добавление страницы с турнирной таблицей чемпионата Люберецкого района. По задумке Максима, сайт должен не только информировать люберчан о спортивной стороне города, но и объединять спортсменов из разных команд для их общения. В планах на будущее у нас стоит объединение чемпионата города Москвы и чемпионата Люберецкого района, Юго-Восточного административного округа. Мы планируем порядка 16 команд запустить уже в сезоне 2013-2014 года. Также это будет хорошим шагом для наших спортивных судей, которые будут стажироваться не только на чемпионате города Москвы и чемпионате города области, а еще во внутреннем чемпионате. Кроме того, Максим запланировал организацию благотворительного турнира по стритболу во дворце спорта «Триумф». Собранные средства будут переданы в один из детских домов Подмосковья. Татьяна Валько, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Что такое счастье? Чтобы найти ответ на этот вопрос, наши корреспонденты провели опрос среди люберчан. Что для многих людей означает это состояние? И какие события сделали их счастливыми? Смотрите далее. Счастье – это когда тебя понимают. Эта известная для многих фраза не раз заставляла нас задумываться над определением своего собственного счастья. Материальное благополучие или дружная семья? А может быть, это некий образ жизни без каких-либо обязательств? Жители Люберец расшифровали для нас значение этого состояния. Счастье – это дети. Счастье – это свобода. Счастье – это здоровье. Счастье – это семья. Прежде всего, счастливая семья. Когда ты любишь своего супруга, он тебя. И когда здоровы дети. Счастье – это в том, что в человеке все есть самое необходимое. Это любовь к людям, к которым он может довериться. Если человеку карманил деньги, это счастье. Хорошая работа, семья, жена. Счастье – это когда душа с Богом разговаривает и говорит о своем. Счастье – это семья. Счастье – это чтобы все улезли любимый человек, чтобы все в домах, что друзья много, дети счастливы. Счастье – это когда у тебя много денег, есть любимая девушка под боком. Для меня счастье – это когда все дома хорошо, чтобы дети были здоровы. Такое, наверное, семейное счастье. Наиболее счастлив человек в возрасте 23 и 69 лет. К такому выводу пришли ученые Лондонского центра экономики. Согласно проведенным исследованиям, первый случай относится к периоду студенчества, влюбленности и начала самостоятельной жизни. В 69, когда многое уже позади, люди счастливы от пережитого опыта. Давайте узнаем, события какого периода жизни сделали наших люберчан счастливыми. Получение диплома, наверное. Ну и в действии, юношестве, ну и когда первый раз влюбился. Счастлив я сейчас. У меня есть любимая жена, у меня есть любимое дело. Когда мы родили первого ребенка, да, для нас это было счастье. Да я, в принципе, и так счастлив. У меня все есть, вот, стремлюсь к цели, зарабатываю деньги. Я и сейчас счастлив. Своей работой с женой, участком, домом. Когда день рождения, когда свадьба, это счастье. Это, наверное, когда дочка родилась. Я счастлив с семьей всегда. Я и так счастлив. И до, и после, и сейчас. По результатам опроса, лидером в иерархии ценностей стало семейное благополучие. Кроме того, несмотря на непростые особенности современной жизни, большинство люберчан считает себя счастливыми именно в настоящий момент. Татьяна Валько, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Открытый диалог». Гость студии – директор гимназии номер 41 города Люберца Аркадий Маркаров. Далее эфир ЛРТ продолжит рубрика «Земляки». Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте. www.lrt.tv Где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин